Великий немецкий астроном Йоганн Кеплер, узнав об открытиях Галилея, сделанных с помощью зрительной трубы, предложил в 1611 году телескоп собственной системы. В этом телескопе и в объективе, и в окуляре использовались собирающие линзы. Преломление света по-латыни называется рефракцией. Поэтому телескоп системы Кеплера называют обычно телескопом-рефрактором. Установим на оптическую скамью две собирающие линзы. Длиннофокусная линза будет объективом, а короткофокусная – окуляром. Посмотрим в этот телескоп на удаленный предмет. Изображение оказалось перевернутым, зато посмотрите, какое оно четкое. Для подзорной трубы такая конструкция неудобна, а вот для наблюдений за небесными светилами она прекрасно подходит. В телескопе Кеплера линзы располагаются так, что задний фокус объектива и передний фокус окуляра совпадают. Нарисуем три параллельных луча, идущих от одной звезды, и три параллельных луча, идущих от другой звезды. На небе эти звезды были видны под углом альфа, а через окуляр мы видим их под большим углом бета. Увеличение телескопа определяется тем, во сколько раз угол бета больше угла альфа. А это отношение равно отношению фокусных расстояний объектива и окуляра. Чтобы поднять увеличение телескопа, надо увеличить фокусное расстояние объектива. В погоне за увеличением астрономы строили очень длинные телескопы, такие, как вот этот телескоп известного польского астронома и пивовара Яна Гивелия. С другой стороны, чтобы объектив собирал больше света, надо увеличивать его диаметр. Но отливать и обрабатывать большие линзы очень трудно. Диаметр объективов самых больших рефракторов не превышает одного метра. И эпоха их расцвета осталась уже в прошлом. С помощью такого рефрактора Василий Струве в 1837 году измерил расстояние до звезды Веги. А с помощью этого телескопа Джованни Скиапарелли в конце 19 века нарисовал свою карту Марса со знаменитыми каналами. А телескопы больших размеров используют в качестве объективов не линзы, а зеркала. И о них мы поговорим в следующем фильме. Редактор субтитров А.Семкин